Музыка Товарищ, я предлагаю продолжить, перейти ко второму вопросу. Это у нас об использовании специальной оценки в условиях труда для борьбы за улучшение условий труда. Для докладчика поступаю я. Меня зовут Андрей Владимирович Бабин. Хотел бы рассказать, как можно использовать такую процедуру, как специальная оценка в условиях труда, в том числе и для борьбы за улучшение условий труда и продвижение прогрессивно-коррективного договора. Один из моментов, который может появиться, особенно, наверное, в последнее время на предприятиях, это закупка нового оборудования. И если на предприятиях есть сознательные рабочие, которые уже вступили в профсоюз и продолжают там работу, или только начали вести, одним из таких поводов как раз-таки будет истребователь администрации через профсоюз действующий провести такое мероприятие. Вооружившись законом о специальной оценке в условиях труда номер 426 от 28 декабря 2013 года. А именно это статья 17. Проведение внеплановой специальной оценки в условиях труда. То есть подается заявление о необходимости проведения такого мероприятия. И в нем нужно указать требования, чтобы правком выставил такое требование администрации. Также немаловажным требованием нужно прописать это уведомление администрации трудящихся, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда не менее чем за 7 рабочих дней. Ну то есть, чтобы трудящиеся были в курсе, что у них на рабочих местах будет проводиться такое мероприятие. Вот. И когда товарищи такие работы будут проделывать, то есть написание заявления, открывается возможность более близкого ознакомца с профсоюзом, с его структурой, то есть осуществление непосредственно вручения этого заявления. Тут можно понять, так, посленно, конечно, но в целом определить, а профсоюз готов ли выступать за интересы рабочих. Даже подав такое достаточно простое заявление, неважно, можно это определить. Вот. В этом умении важно следующее еще также. Обсудить с правком, чтобы в комиссию по проведению СОУД обязательно попал представитель работников, чтобы это двустороннее как-то было, а не так, что администрация позвала инспекторов СОУД, и один там с представителем администрации ходил и что-то там оценивал. Это не в интересах трудящих, так скажем. Нам на этом вопросе обязательно настаивать. И отличным вариантом, то есть кто будет являться этим представителем, надо предложить свою кандидатуру, чтобы объяснить побольше, почему это важно. Вот. Когда после подачи заявления нужно дождаться ответа, естественно. Подвал правком такое заявление, не подвал. Если получите положительный ответ, то надо дождаться даты проведения данного мероприятия и быть готовым к тому, что, скорее всего, администрация не будет уведомлять трудящихся о данном мероприятии. И инициативной группой желательно вооружиться и всех лично уведомить. Вот. На данном этапе, когда вы будете всех уведомлять ходить, или товарищи, которые этим будут заниматься, важно сообщить рабочим, что, когда это мероприятие будет происходить, не нужно искусственно улучшать условия труда на своем рабочем месте. То есть, проветривать помещение, станочек там помылить, выходить, изменять режимы резания, если связано с металловой работой, чтобы вибраций и шума не было. То есть, максимально содействовать тому, чтобы рабочее место соответствовало повседневному рабочему месту. Это тоже надо объяснить. Вот. И непосредственно к самой проверке представителей работников, надо быть тоже готовым изучить методику проведения СОП. Вот. Такая методика есть. Она описывается вполне в приказе Министерства труда Российской Федерации номер 33 от 21 января 2014 года. Вот. Ее нужно, я бы сказал, даже обязательно изучить, быть подкованным в этой неделе, чтобы инспектор, который будет проводить эту оценку условий труда, понимал, что перед ними не какие-то, извиняюсь, решения простофилисты, которые можно лучше на уши навешивать, а действительно задавать им вопросы. Вот. Когда непосредственно уже само СОП происходит, важно следующее. Это фиксировать все измерения вредных и или опасных факторов на каждом рабочем месте. То есть, как это выглядит. Инспектор проводит какой-то замер, обязательно потребует, чтобы он показал, что там намерилось, и свой какой-то листочек там записать. Также важно проследить момент те измерения, которые показал прибор. Были записаны в протокол измерений, чтобы у него, допустим, там по шуму он показывает 90 дБ, что уже, в принципе, запредельно, а он, допустим, писать 75. Потому что надо в этом плане тоже быть очень внимательным. Есть такой момент лично на своем опыте. Оценку напряженности и тяжести определить сложно. Почему? Проконтелировать сложно, как она оценится. Потому что в нашем случае эта оценка подавалась начальникам цеха. То есть, такой вот факт. Подавалась она инспектору по СОП. Этот момент не удалось расследить. Что он там назвал, узнали только в картах. Но поподробнее дальше объясню. Вот. Следующий момент, это когда процедура у вас прошла. Результаты, вот эти специальные оценки, они подписываются двумя сторонами. Это представитель работников, то есть правком, председатель правком и директор предприятия. Здесь важно отследить следующий момент. Чтобы перед подписанием вот этих карт, с этими картами были ознакомлены все трудящиеся, на чьих местах проводились измерения. То есть, проводилась специальная оценка условий труда. Вот. Также можно эту инициативу проявить, и даже нужно, чтобы взять эти карты и прямо ходить лично с каждым работником. Ознакомливать его с этим, с результатами СОП. Вот. Здесь открывается великолепная возможность обсуждения с рабочими результатов СОП. Нужно подчеркнуть, что данная процедура не направлена на улучшение условий труда, так как нормативы, по которым сверяется инспектор СОП, устанавливаются государством. И эти нормативы, естественно, повышаются регулярно, а количество измеряемых параметров уменьшается. То есть, если, по-моему, 2015 или 2020, точно дату не помню, допустим, напряженность и тяжесть труда оценивали по 23 параметрам, сейчас это 6. То есть, рабочие места, в принципе, не поменялись, а оценка их уже в 4 раза уменьшилась. Понятно, что такое сокращение никак не сможет способствовать снижению веренности и опасности на рабочих местах. Вот, это нужно объяснять трудящимся, что, чтобы эти результаты развеяли у рабочих остатки надежд, улучшить свое положение за счет данной процедуры. И им стало понятно, что единственное правильное решение – это заключение прогрессивного коллективного договора, где жестко определены те условия труда, которые соответствуют рабочим. Вот. У меня все. Наступление. Я могу. Так, Голова Шентон. На данный момент я работаю на заводе, на Балтийском заводе. Во время беседы о гитации трудящихся, ну, рабочих, на своем рабочем месте, ну, я обратил внимание, что вот эти разговоры про заработную плату, там, это, сильно на работников не влияют, но затронули условия труда в беседе. Ну, я понял, что это довольно-таки хороший этот инструмент пропаганды и давление на рабочих, так скажем, в плане того, чтобы присоединялись к рабочему движению, там, профсоюзному движению. Они довольно-таки глубоко осознают, ну, рабочие, тот факт, что действительно условия труда не улучшаются, ухудшаются. Даже те рабочие, у которых официально, допустим, было указана вредность определенная, снимаются, каким образом они не в курсе, абсолютно не в курсе. Как вот эти замеры происходят, они никто не знает. Документ выходит, постановление о снижении вредности у рабочих, а тех людей, инспекторов, которые приходят и замеры осуществляют, никто не видит на заводе. Я вот по разным цехам совершал опросы, ну, вот чтобы кто-то видел конкретно, что человек пришел с измерительными приборами и начал замерять, никто не видит. Это происходит в тот момент, когда рабочих нет на месте. Конечно, соответственно, и условия труда будут лучше. Шума нет, загрязнения нет, освещение можно нарисовать, какое хочешь. Ну и, соответственно, вот рабочие не контролируют это от слова совсем. Ну, соответственно, пробежался по электромонтажникам, это абсолютная беда. Мы работаем бок о бок, допустим, со сварщиками. У сварщиков вредность существует, у электромонтажников не существует. И вопрос вот этот поднятия о вредности по какой-то причине даже ни у кого в голову не приходит. Но когда я этот вопрос среди сотрудников и коллег поднимал, все только за то, чтобы в этой стороне двигаться. Поэтому, ну, вот эта борьба через соут, это очень такой действующий инструмент. У меня все. Товарищи, а вот соут, если уже проведен, допустим, и результаты его совершенно не в интересах рабочих. Вообще, представляется возможным, если у вас есть рабочий профсоюз, в котором есть профсоюзные взносы, провести свой соут. Потому что, в принципе, кто платит, тот и заказывает музыку. Это там соут, здесь соут. Но это более новый документ, который можно противопоставить тому документу. Единственное, что их отвечает, это дата. Потому что спорить против выводов специальной комиссии по специальной оценке висклета труда просто так не получится. Потому что у них лицензия, они специалисты, они там все это как бы умеют делать. Но понятно, что им платят деньги работодателю, да, и они будут в интересах работодателю рисовать результаты. Но рабочий профсоюз-то может свой соут провести как в ответ. То есть это тоже надо использовать. Да, я думаю, уже профсоюз рабочий, да, и деньги. Для этого профсоюз-то износы существует. Я, извиняюсь, здесь хотел бы отметить, ну, отвечу, так скажем. Я думаю, что на самом деле эта история немножко бесполезная. В том смысле, что если проводить просто соут в рамках как бы специальной оценки условий труда, она соответствует методике государственной. Она соответствует определенным государственным нормам. И эти нормы – это дно. То есть вот платить деньги за то, чтобы тебе оценили вот по этим показателям условия труда – это бесполезно. Вот эта процедура, она не улучшит ваше положение. Улучшить может только коллективный договор, в котором будут внесены требования об улучшении условий труда, а не об оценке вот этого дна, на котором мы находимся, грубо говоря. Ну, оценили мы дно и чего. А условия труда не изменились. Здесь я никаких не думаю. Вот в этом смысле нужна все, как бы основная линия доклада, я так понимаю, в том, что соут, он не улучшает условия труда. И смысл в том, чтобы участие вот в проведении специальной оценки условий труда должно быть направлено на то, чтобы максимальному числу работников показать, что ну вот соут, а ничего ему не меняет этот соут. Что единственный наш путь заключается в том, чтобы путь по улучшению условий труда заключается в продвижении коллективного договора. А вот у нас какая ситуация получилась? После того, как были готовы карты соут, их мастеру моего участка выдали вот эти карты соут. Для того, чтобы он собрал подписи с работников. Он ко мне приходит и говорит, Алексей, ты этой фигней занимался, давай ты этим будешь делать. Ладно. Я беру эти карты и иду просто по участкам и разговариваю непосредственно с людьми. Вот, соут. Помнишь, мы приходили, тут что-то мерили, там какие-то показатели были. Да, помню. Он говорит, ничего хорошего, вот. То есть вот результаты, они дно. Единственный наш путь – продвижение коллективного договора. То есть это вот такой момент, когда ты можешь показать на примере, что никто не заинтересован, ни государство условно, да, ни работодатель, никто не заинтересован в том, чтобы качественно улучшить положение труда работников. Соответственно, ну вот у нас есть другой путь – проект коллективного договора. Вот давай вот здесь вот работу вести. Как раз тоже вот к этому моменту хотелось бы рассказать историю на нашем заводе, да. То есть я там работаю с мая прошлого года. Но, тем не менее, как бы выяснилась такая ситуация, что до прошлого года, поскольку у нас производство вредное, то есть полагалось к основному отпуску дополнительно еще 14 дней. Тут вот недавно я ходил в отпуск, и выяснилось, что в прошлом году на конференции, которая была проведена с работодателем, просто решением этой самой конференции, это дополнительный отпуск, всего просто отменили, и все. Хотя вроде как у производства у нас таким же осталось вредным, вредность у нас это есть, а теперь мы ходим в отпуск, как и положено по законодательству, что, да, 28 дней. Поэтому здесь, ну, важно понимать, что мы должны использовать все возможные рычаги давления, да, но, как бы, основным вот этим вот стержнем, да, нашей борьбы является коллективная борьба, то есть коллектив, мы должны опираться всегда на коллектив, используя букву закона, используя какие-то знания, там, навыки, да, но без коллектива мы, ну, вообще, даже вот на практике люди, да, вот он вроде как, сначала у него там все хорошо, потом он там где-то с руководством поругался, все, он уже пишет заявление на увольнение, там, либо снова ругается с этим руководством, это буду делать, то не буду делать, а в итоге-то, товарищ, вот у тебя проблема, у меня, в принципе, такая же проблема, у нас у всех вот эти проблемы-то, они общие, давайте на этом-то и объединяться, да, да, тот же самый соут, чтобы по нормам были зарегистрированы, и в итоге мы все равно приходим к одному и тому же, это борьба, это коллективная, и одним из тех же самых, как зафиксировать эту коллективную борьбу, да, это коллективный договор, я считаю, товарищи, тут как бы не надо сильно усложнять, действовать последовательно, да, то есть проект коллективного договора, собираем коллектив, стараемся выйти на, сформировать конференцию, попутно пытаемся создать профсоюз, если его нету, да, если профсоюз есть, а рабочить его, и как бы для этого использовать в том числе соуток. Виден Андрей Анатольевич, город Крайл, оператор ЧПО, ОНПП Мера, ну, вот уже языка оторвали о том, что коллективный договор решает все вопросы, потом, как решать эти вопросы, у нас государство вроде как ни что, нигде не гарантирует, и соуток даже плохой, или еще что-то, но оно гарантирует повышение заработной платы, там, реальное содержание, гарантирует, там, у нас коллективный договор, поддержка, ну, даже в Трудовом кодексе везде написано, что государство гарантирует, ну, на стороне коллектива всегда стоит, там, не написано частных, там, каких-то заявлений, ничего, если есть, как правило, в конце каждой статье, если есть коллективный договор, или если есть, там, вот это, и это, то есть, ну, вот это есть гарантия, коллективный договор, как минимум должен быть, и какой-то профсоюз должен быть, и вот туда можно обращаться за какими-то проблемами, и так далее, решением всех вопросов. У нас даже, даже бывает, когда людей нет никакой борьбы, и там вдруг, у нас, по-моему, год назад, что ли, был какой-то случай, вот через газету «Народная правда», или они в фонд «Рабочая академия» обратились, там отняли какие-то льготы, вредность, там, что-то, выходные, и пообщались, им порекомендовали, они написали туда-сюда всякие заявления коллективные, и они вернули себе там это, ну, просто еще с ними работать, продолжали, и советовали еще сделать вот это, вот это, вот это, следующее, они как-то, следующие шаги, они немножко затихли, их то ли устроило это, и все, то есть людей бывает, устраивает такой минимум, который вот просто позволяет им выжить, я думаю, ну, это очень, нельзя так занижать свою жизнь, вообще свое здоровье, свое вообще, как бы, время, выценить, и так далее, ну, а то, что вот выше было сказано, из этого всего следует, что коллективный договор, и наличие профсоюза в организации, в любой, он, в принципе, может решать любые вопросы, то есть это как вот такая основа, ну, и там можно немножко еще как-то разобраться по трудовому кодексу, какие-то тонкости, ну, или обращаться, то есть у людей всегда есть возможность обратиться к научным документам, к российскому, к комитету рабочих, к фонду рабочей академии, народные, правда, телефоны везде есть, сайты есть, все есть, то есть нет такого, что вот я один, или еще что-то, никто не один, тем более на каждом предприятии, те, кто жалуются всегда много, те, кто хочет что-то сделать, как-то вдруг оказывается не очень много, ну, бывают такие моменты, что он зарывает у нас, как-то вот не очень много, никто ничего не хочет, и вроде все довольны зарплатами, а как, ну, это было, правда, после ковида, оказались какие-то недовольные, кому мало заплатили, и прибежали сразу организовывать профессионалы, ну, потом решили кто-то уйти, все-таки решил быстро решить свою проблему, ну, он решил свою проблему, нашел где-то повыше зарплату и ушел, и здесь вроде обижен был, и решил вот так вот сделать, ну, профсоюз там состоял у нас из трех, четырех человек, как-то он рассыпался, так, кто ушел, кто затих, кто чего, ну, я встречаюсь с этим человеком, который ушел, он говорил, хорошо, у меня здесь все хорошо, но сейчас он уже на другой работе, уже ездит, дальше там на час целый, или еще, то есть он свою жизнь, ну, не улучшил, может быть, там зарплату где-то не нашел, чуть на пять тысяч, надеюсь, может больше, но он меньше дома находится, час лишний на работу туда, час обратно, это уже два часа, это тоже надо считать, короче, отсутствие профсоюза, отсутствие коллективного договора, и вот, отсюда, это как, у меня такое ощущение, что это как корень, много вообще всех проблем у меняет, то есть, то есть, люди, рабочие люди, они не субъекты, а объекты, и на них влияет каждый день какой-то работодатель, или кто-то еще, хотя по закону, все рабочие, это социальные, как бы, партнеры, и они просто обязаны участвовать в деятельности предприятия, вообще в организации труда, и так далее, и так далее, а это и есть организация труда, условия труда, как вам работает, хорошо, плохо, теряете вы здоровье здесь, не теряете, тем более, сейчас такой вопрос стоит у нас, тяжелое время, военное, можно сказать, и рабочие требуются, и здоровые рабочие требуются, нужно, чтобы они не болели, у меня вот на одном предприятии, я там раздаю газеты, там товарищ работает, бывший, под накажем, я разговаривал, как они там работают, это в начале СВО, вот мы сейчас, там, и в три смены уже, и выходных нет, и все, они давали выходных, я говорю, вы же там, это, загнете все так, ну, пока ничего, пока ничего, потом, я встречаю, через сколько-то месяцев, там, опять с газетами пришел, он говорит, ну, у нас сейчас понабрали, говорит, много людей понабрали, новых научили, а то у нас, говорит, 30% ушло на больничный, говорю, ну, я же говорил, что все уйдут на больничный, люди начнут, просто организм начнет наказывать людей, но организм наказывает, за сверхурочный, всегда организм наказывает людей, то есть, этого не избежать, то есть, и, соответственно, не избежать, каких-то коллективных действий за свое здоровье, за свою семью, и так далее, спасибо. Шелур Дмитрий Вилевич, Абокский раздавод, город Ленинград, вот, так вот, из докладов, он понял, что, в общем, не нужно цепляться, так вот, видимо, за эти, там, за это слово, да, потому что, ну, мало, действительно, мало опыта, я не знаю таких случаев, когда бы, вот, рабочий класс, или, коллективы, смогли, да, повернуть, да, вот этот солод, как бы, в своих интересах, при тех правилах, да, которые установлены и правительством, там, и государством, да, которые назначают эти нормы, проведение солод, то есть, не нужно, наверное, на этом, как бы, тортаться, да, на месте, вот, то есть, конечно, контролировать нужно, вот, вопиющие какие-то, вот, устранять, проблемы, вот, у нас тоже была, это солод проведена, наверное, ну, больше года, на год, два назад, вот, ну, все сделали, как, как им надо, то есть, никого не предупредили, конечно, в летнее время, это все провели, но, правда, была попытка с нашей стороны, это спорить, но все равно, то есть, назначили внутреннюю комиссию, заводскую уже, ну, от директора, там, то есть, мы написали, вот, о повторном, ну, что, ну, изложили, да, нарушения те, которые были допущены при проведении, вот, но, тем не менее, все равно, мы были, может быть, достаточно подготовлены, может быть, в силу вот этих факторов, которые были перечислены, вот, эти нормы, в общем, не удалось, значит, ее, вредность, так сказать, ну, не то, что, вот, то есть, самое вопрос, вернуть вредность, да, как бы, мы не хотим возвращать вредность, мы хотим работать в нормальных условиях, вот, то есть, как бы, но, факторы есть, вот, у нас, например, вытяжной шкаф, в котором, да, делается, облуживается, да, там ванна стоит, и кислота, да, вот, и, когда вытяжка эта, вот, она соединяется, труба, и, значит, и там выступает, прям, такая вот, как пена, да, вот, дешевы, вот эти, то есть, вся эта вот, кислота, она идет, но она полностью, на нее не уходит, потому что, если, если вот это, как бы, ну, на трубах, на этих, это выступает, значит, это такая вот, непонятная субстанция, как бы, значит, это говорит о чем, что какие-то факторы есть, вот, и не все это вытягивается, вот, но ее там придут, они посмотрят, посмотрят на это, как бы, охрану туда, и все, как бы, вот ходят, смотрят, потом замотают скотчем, тем самым, и все, и, как бы, и вроде, вредности нет, так что, у нас есть замечательный инструмент, который, действительно, вот, его, его, важности, эффективность, которого еще не, не до конца понято, рабочим классом, это коррективный договор, собственно, в котором можно, ну, вызвать те условия, которые, устраивают у нас, нужны нам объективно, вот, тот же отпуск дополнительный, вот, никто не, не ограничивается, нас в том, чтобы добиваться, вот, исходя из, из тех, из того, что люди перерабатывают, и растет, производительность труда, вот, мы имеем полное право, вот, требовать, дополнительного отпуска, и, в современных условиях, это и специальные военные операции, и рост производительности труда, вот, и повышенных нагрузок, на рабочий класс, спасибо. Городушка Сергей, город Электросталь, электромонтер по обслуживанию подстанции, но я хотел рассказать, как у нас проходил соут, первый раз это был в 2014 году, потом спустя 5 лет, в 2019, но, даже если бы работники как-то участвовали, в проведении соут, то все равно бы, работатель дарился своих целей, потому что, изменились как раз, нормы, по допустимым показателям, вредных факторов, и проведя соут, в 2014 году, выяснилось, что 80% рабочих мест, из класса 3 и 1, стали классом 2 и 1, ну, то есть, допустимые условия труда, 80, даже 90% рабочих мест, осталось, пара вредных рабочих мест, это электрогазосварщик, ну, и вот, в таком плане, вот, поэтому, даже если бы работники участвовали, то, все равно, они бы не смогли бы, никак повлиять, потому что, сами нормы поменялись, а изменения нормы, это уже, другой уровень, вот, поэтому, но, слить все равно нужно, потому что, до смешного доходило, я когда читал эти карты солод, нашел их, то оказалось, что в мое рабочее место, не главный щит управления подстанцией, а мастерская какая-то, непонятно какая, видимо, мастерская слесарей, ну, слесарей там занимаются, а что делать нет там, не ясно, вот, понятно, что никто не приходил, что это фирма, которую нанимает работодатель, проводит солод, и как они договорятся, так солод и будет проведен, вот, но, естественно, нужно понимать всем работникам, что это только в их интересах, наоборот, интерес работодателя, как мы видим, по проведению солод на предприятиях, он минимизировать расходы и увеличить прибыль, а от мероприятия по улучшению условий труда, по нейтрализации вредных факторов, это все затраты, средства для защиты, новое оборудование, какие-то новые приемы производства, это все затраты для работодателя, и ему это не нужно, в общем-то, потому что работник, ну, проживет он на 10 лет меньше, ну, умрет он там пораньше, но работодателю, собственнику средств производства, ему, по большому счету, чихать, он нового наимет, вот, поэтому работникам нужно понимать, что это только в их интересах, и должна быть их инициатива по контролю за солод и вообще по контролю за своими условиями труда, то есть кто лучше всех знает условия труда на рабочем месте, работник, который работает на этом рабочем месте, он знает, что у него ванна с кислотой, у него печка с расплавным металлом, или та же электрогазосварка, и он знает, но вот задача профсоюза ему подсказать, что вот есть новые маски, а вот есть новые респираторы, новые средства защиты, потому что это тоже все разрабатывается, и даже у нас в городе есть предприятие, которое производит средства защиты, и постоянно ведутся разработки каких-то новых средств, более дешевых, более эффективных, та же самая спецодержда постоянно улучшается, вот, поэтому работнику нужно за этим следить и требовать улучшения условий труда именно на самом рабочем месте, и вот как раз предыдущий вопрос был, что эти требования нужно носить в коллективный договор, потому что это единственный путь, как можно этого добиться реально, изменений на своем рабочем месте, то есть работник должен записать в коллективный договор, что на его рабочем месте, когда сварщика должна быть вытяжка, специально лежит соответствующие маски, респираторы, и тогда у него будут вредные факторы, более-менее нивелированные, и он будет работать в безопасных условиях труда, и все это нужно требовать через коллективный договор и, естественно, по идее работников, потому что у работодателя и собственника предприятия, у него только одна цель – уменьшить расходы, а прибыль увеличить. И вот об этом нужно помнить всем работникам, и помнить, что если они не участвуют, они в соуд, но соуд тоже можно использовать, но он раз в пять лет проводится, и в связи с изменением норм, может такое быть, что вроде вредность есть, но по нормам все пройдет, даже если соуд пройдет без нарушений. Поэтому нужно об этом помнить всем работникам и брать инициативу в свои руки, самому выявлять все вредные и опасные факторы на своих местах, вносить это в коллективный договор и коллективно уже добиваться принятия коллективного договора и в реальности выполнения всех тех мероприятий, которые позволят ему работать безопасно и жить долго. Поэтому спасибо. Кайя Плантин, профсоюз защиты, Саровская генерирующая компания. Мне очень понравилось выступление, очень понравился доклад по данной теме. Просто хотелось бы напомнить, что существует институт у полномоченных по охране труда, и я считаю, в коллективах бы полезно было этим пользоваться нашим товарищам. Почему? Во-первых, за обучение законодательства обязывает платить работодателям. То есть, по сути, эти уполномоченные, значит, не надо тратить ни средства профсоюзные. Закон обязывает работодателя обеспечить обучение этих уполномоченных. И второй положительный момент, хотелось на нем бы остановиться. Это будет человек компетентный, который будет непосредственно разбираться в тех новшествах, которые будут приносить изменения данного законодательства. Вот как Сергей Александрович сейчас сказал, то, что законодательство постоянно меняется, и за этим, как бы, если человек специально не занимается этими вопросами, следить очень сложно. Это как юриспруденция. То есть, юрист, он постоянно отслеживает изменения законов, законы меняются, и в охране труда происходит то же самое, как мы видим. Меняются нормы, меняются положения, за этим нужно следить. И если этим заниматься, это можно, ну, как бы, попросту упустить. Это вот, как бы, напоминание к тому, чтобы этот институт, профсоюзы или инициативные группы, представители работников брали на вооружение. Еще один положительный момент. Значит, можно... Это даст еще очередную возможность больше общаться с коллективом для агитации, пропаганды коллективного договора. Как бы, мы это подытожили, да. Ну, вот еще один момент. Хотел, может быть, повторюсь. Как бы, совершенно согласен с товарищем Горбушкиным в плане того, что еще вот этот СООТ, чем, как бы, показывает практика, значит, есть вредные... Ну, во-первых, законодательство снизило количество компенсаций, да, и в денежном выражении, и в выражении отпуска. Конечно, выгодно работу дателю на сегодняшний момент меньшие затраты на это производить. Причем, вот, а рабочий контроль все-таки он должен быть. Неважно, есть ли организация профсоюзная, есть ли инициативная группа, должно доходить до сознания. И где-то в какой-то работе, сейчас уже не вспомню, Карл Маркс писал, что заработная плата, это уходит на второй план. На первый план поднимается именно условия труда, в которых содержится человек, в которых ему приходится каждый день пребывать для того, чтобы нести свою трудовую функцию, для того, чтобы не просто существовать, а жить. Вот. И мы какую тенденцию видим по этому поводу? То, что работодатель ее может использовать в своих целях для того, чтобы просто минимизировать эти опасные и вредные условия труда. То есть, вот как показал выступление товарища Горбушкина, да, о чем это говорит? Это говорит о том, что работодатель на определенном этапе может не, как бы, меньших затрат стоить улучшить условия труда. Это было бы хорошо, да. Ну, к примеру, вот на наших станциях изолированные кабины ставят, да, при этом, ну, как бы, здесь лукавство есть такое. Вроде бы, аппаратчик, обходчик сидит в кабине, уже не в открытом цеху, да, а в кабине. Но ему же приходится все равно так или иначе эту кабину покидать. Вот. И здесь уже, как бы, тоже противоречия некие появляются, но, когда, значит, снижается вот эти влияния опасных и вредных факторов, соответственно, и вот эти группы рисков, они снижаются, соответственно, от этого может и заработная плата, да. но есть те места рабочие, где это можно использовать, соответственно, есть места, где это использовать, как бы, используй, не используй, а от этих факторов ты никуда не денешься. Поэтому, здесь все-таки надо внимательно относиться и участвовать. По крайней мере, рабочий контроль над этим непосредственно должен производиться. А еще раз повторюсь, чтобы это производило грамотно и компетентно, надо использовать институт полномоченных по охране труда. Спасибо за это. Здравствуйте, товарищи. Дегтярян Денис Борисович, кандидат наук, научный консультант российского комитета рабочих. Ну, хотел бы, в первую очередь, сказать, что СОУ, конечно, ни по какой инициативе работников и профсоюзов проводиться не может. По закону он обязан, это обязанность работодателя, и в том числе и организации, финансирования. Что могут сделать работники, как в индивидуальном порядке, так и объединения работников, или профсоюзы, или объединения, это обратиться за государственной экспертизой условий труда, которая может проводиться в том числе для оценки качества, проведенной специальной оценки условий труда. Да, то есть, это обращение уже не в организацию, которая проводит СОУ, обращение государств орган экспертизы труда, которые находятся под гидами Министерства труда и социальной защиты. Вы обращаетесь, оплачиваете эту экспертизу, они проводят соответственно оценку, специальные оценки условий труда. И по результатам этой оценки будет вынесено соответственно решение, соответствует требованиям, правильно проведена или нет. Также можно обратиться и за оценкой правильности назначения компенсации в связи с проведенной специальной оценкой условий труда. Вот на это может профсоюз потратить деньги. Результативность наверное уже все понимаете, что здесь не наверное скорее всего будет не очень высоко. что хотелось бы еще отметить, что да, если работники участвуют в проведении специальной оценки труда, то результаты не обязательно будут в их пользу. Скорее всего не в их пользу, но вот если они не участвуют, то результаты точно совершенно будут не в их пользу. И последние компенсации, которые они имеют, льготы, у них будут отняты. и это происходит повсеместно. Поэтому конечно необходимо участвовать и по крайней мере раз в пять лет, когда это соло проводится, работники должны активизироваться, причем заранее это все делают, заявлять о вредных и опасных факторах на своих рабочих местах, участвовать в том числе в проведении, так что вся методика, несмотря на то, что действительно она явно в урезанном виде, но по крайней мере чтобы она осуществлялась, потому что пожалуйста наберите в интернете проводим спецоценку под ключи, то есть работодатель может провести ее без каких-либо усилий, просто оплатив и получить карты. Если работникам все равно, то собственно говоря, так оно и будет происходить. Никто ни на каком рабочем месте не появится, ничего не не изменяется. Далее, и, как уже правильно сказали, это повод еще раз организоваться, собраться, обсудить, так сказать, как нужно улучшать свое положение. То есть это средство для собственно говоря объединения то, о чем говорил докладчик и выступавший. с проведением СОУД естественно не заканчивается работа по условиям труда. Это не то, что я говорил по этому поводу. То есть необходим повседневный контроль за условиями труда. На момент проведения СОУД и средства коллективной защиты, вытяжки и все остальное будут работать и СИЗы будут выданы прекрасные. Через месяц все это ограничится ватно-марливыми повязками в лучшем случае. То есть качество СИЗов будет хуже и совершенно справедливо было сказано, что это должно быть прописано в коллективном договоре. Качество вот этих СИЗов в приложениях к коллективному договору. И мы видим, что отсутствие контроля со стороны работников может привести к трагическим последствиям, как это происходит. Причем понятно, что это повседневный контроль, то есть отключение датчиков загазованности на шахтах приводит к тому, что происходят взрывы, обрушения и гибель работников. То есть это вопросы техники безопасности написаны кровью. и наконец существует такое понятие как производственный контроль, который должен осуществляться тоже работодателем возложенным на него обязанности, но если работники в нем не участвуют, соответственно и качество этого контроля тоже будет не в пользу работников. И вы знаете, что работник не обязан работать в условиях, которые представляют для него опасность. То есть если вы провели контроль с помощью уполномоченных или просто на своем рабочем месте оценили, что в данный момент, несмотря на то, что СООД сказал, что все хорошо, но в данный момент на вашем рабочем месте опасно, то есть вы имеете право приостановить работу до устранения неисправности. Наконец, и для чего вообще работники бьются за вот эту вредность? Почему? Потому что во-первых, она дает возможность немножко повысить маленькую заработную плату для, за счет компенсации каких-то выборов дополнительных и плюс увеличить время отдыха. Но это то, собственно говоря, за что мы выступаем все время на Российском комитете рабочих. Независимо от того, вредные или невредные условия труда, мы выступаем за то, что рабочее время нужно сокращать и тем самым работники будут уже находиться в условиях, меньше находиться в условиях вредных для их здоровья. Сокращение рабочего дня это ключ, собственно говоря, к улучшению жизни и здоровья рабочих. И второе, добиваться повышения заработной платы. Опять же, независимо от наличия или отсутствия вредности, то есть доведение стоимости заработной платы до стоимости рабочей силы. и оба этих фактора также, поскольку стоимость рабочей силы в данном случае, вернее, цена для работодателя будет выше, это будет его стимулировать к развитию средств производства, в том числе внедрение более эффективных, более безопасных станков, оборудований и так далее, более высокопроизводительных. Поэтому вся, по сути дела, вся работа коллектива направлена на достижение этих целей, в том числе и направлена на создание более благоприятных условий труда. Спасибо. Постановление Российского Комитета Рабочих об использовании СОУД для борьбы за улучшение условий труда. Российский Комитет Рабочих отмечает, что с началом специальной военной операции по борьбе с американским фашизмом на Украине значительно выросли объемы производства и парки станков на большинстве промышленных предприятий Российской Федерации. Это обстоятельство позволяет коллективам рабочих направить требования администрации предприятия о проведении внеочередной специальной оценки условий труда в связи с изменениями условий труда. Однако, практика показала, что даже проведенная в соответствии всем нормам специальная оценка условий труда не дает хоть сколько-нибудь значительного улучшения положения рабочих. Тем не менее, активное участие рабочих, объединенных в инициативные группы, в организации контроля за проведением специальной оценки условий труда, позволяет выявить нарушения при ее проведении, препятствовать попыткам администрации сэкономить на охране труда, способствует продвижению проекта прогрессивного коллективного договора, заключение которого действительно улучшить условия труда рабочих. Российский комитет рабочих рекомендует, действуя через профсоюзы работников своих предприятий, требовать проведения вне очередной специальной оценки условий труда, включать в комиссию по специальной оценке условий труда с уведомлением о ее начале не менее чем за 7 рабочих дней представителей рабочих. Использовать для контроля за выполнением специальной оценки условий труда приказ Министерства труда России от 21 января 2014 года номер 33 об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению. Результат такой работы наглядно покажет, что только заключение прогрессивного коллективного договора в интересах работников и постоянный контроль коллектива за его выполнением может обеспечить стабильное улучшение положения работников. Нижний Новгород 7 апреля 2024 Есть предложение принять за основу проект кто против выдержались работников сегодня у нас присутствует рабочих делегированных 9 человек нерабочих консультантов энрок и всего 7 человек представлены такие предприятия и города как АО СПО СПО Арктика АБУХОВСКИЙ ЗАВОД ГУП ИНПРОФС Ленинград ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ПАОРОССЕТИ Горолев ПМР Свердлов ЭПУ ТЮМЕН ДЕЛАВЫЕ ЛИНИИ ИЖЕВСК ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАЙСК КЛАСМАС Вот Такие профессии представлены как ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ МОНТАЖНИКИ РЭА ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ МАШИНИСТЫ ЭКСТРУДЕРЫ НАЛАДЧИК СТАНКОВ ОПЕРАТРЫ СТАНКОВ ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТР Вот такие вот профессии столько человек Вроде все ВОДИТЕЛЬ ИГОНТАЖ Schn tapas Спасибо НЕГ bekommen НИГОНN ИГОНН ПО работал ЧТО НЕГОИ НИГОНН НИГОНА НИГОНН Продолжение следует...